Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент» и я ее ведущий Юрий Алаев. В студии сегодня у нас два доктора наук, представляющие Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Это доктор медицинских наук Рустем Нариманович Хазипов, который одновременно представляет еще и Институт Средиземноморья, который располагается в Марселе, во Франции. И доктор биологических наук Альберт Анатольевич Резванов, который ведет в Институте, мною помянутым, направление биотехнологии и... Ну, биологии и биотехнологии. Я правильно выразился? Давайте уточним. Да, больше генные и клеточные технологии. Генные и клеточные технологии. Вот примерно об этом мы сегодня и поговорим, потому что Рустем Нариманович занимается проблемами головного мозга. Все это очень близко уже к закромам, к заповедным закромам Всевышнего. Люди не стесняются, вторгаются, пытаются что-то там сделать. Но начать хотелось бы с вопроса, который беспокоит и ученых, и административным руководством университета, не только нашего, и других вузов. С вопроса о значении наукометрии в ваших исследованиях, в вашей повседневной жизни, если хотите, в вашем творчестве. Не секрет, что к этому предмету относятся очень по-разному люди. Есть достаточно большое количество ученых, которые считают, что это только отвлекает от дела, что это не суть, как важно. Но есть и противоположная точка зрения. Если не возражаете, давайте мы начнем с вас, Рустем Нариманович, потому что у вас перед глазами еще и опыт французских коллег, насколько большое место это занимает там. Ну и, конечно, ваша точка зрения будет тоже интересна. Хорошо? Ну, если вы мне позволите, я так немножко отступил бы. Как бы квинтэссенция ученого заключается в том, чтобы он удовлетворял свое любопытство. Да, за счет бюджета и спонсоров. Это то, что реально двигает ученым. Удовлетворение любопытства, делать то, что тебе интересно. Но дальше возникает вопрос, что общество каким-то образом должно иметь фидбэк. То есть обратно получается что-то взамен. И один мой очень хороший знакомый, довольно известный ученый, сказал такую вещь однажды. Он сказал, Рустем, наша задача заключается не в том, чтобы только делать открытие, удовлетворяя свое любопытство, но также и в том, чтобы доносить это до людей. А донести это до людей можно только одним способом в науке. Это публикуя научные статьи. И чем больше ваше открытие, тем в более успешном журнале вы его постараетесь опубликовать, чтобы донести его до большего количества людей. Скажем так, журналы, они же очень сильно отличаются по своему импакту, как мы сейчас это называем. То есть, другими словами, потому что... Реально это можно оценить одной простой вещью. Сколько людей прочитало о твоем открытии? И процитировало. Ну, дальше это уже второй вопрос. Насколько твое открытие было значимо? Если оно было значимо, оно будет опубликовано в очень хорошем журнале и будет много раз процитировано. Вот все очень просто. По сути, это вот и есть то мерило того, насколько успешно работают ученые на сегодняшний день. Как успешно он публикуется. То есть, понимаете, да? То есть, вот эти два компонента. Собственно, научная работа и публикация. Это вещи на сегодняшний день стали неразрывно связанными. И по статьям сегодня, как по одежке, судят об ученом. Что на самом деле не до конца правильно. Не до конца? Да, абсолютно верно. Более того, на самом деле, вот Руслан Риманович обозначил публикации в высокоретиковых журналах. На самом деле, это больше, сколько тебя действительно прочитало и процитировало. Потому что есть масса работ, на которых огромное количество цитирований, которые реально изменили наше представление, о чем бы то ни было в биомедицине. Которые опубликованы были, скажем так, либо в начальном уровне журналах. Ну, это, правда, исключение, когда редколлегия основывает новый журнал и специально туда вкладывает какую-то свою значимую работу. Либо, в общем-то, в средней руке журналах. Но если люди это видят, если люди это оценивают, они тебя цитируют, то цитируемость становится более важным параметром, чем импакт-фактор журнала, в котором ты опубликовал. Хотя они взаимосвязаны. Естественно, чем выше журнал, тем больше ему доверия. И тем чаще люди его читают и верят тому, что там написано. Ну, смотрите, вы же понимаете, что не случайно разговор о публикационной активности, о цитировании, о наукометрии в целом. Вот мы ведем с вами, с представителями Института фундаментальной медицины и биологии. Если я правильно понимаю, более 70% вообще публикаций последних нескольких лет в научной среде, вот в реферируемых журналах, так называемых, приходится на науку о живых существах, о живой природе. То есть это биология, биотехнология, это медицина и так далее. Ну, и вот вы как раз представляете это направление, эту отрасль, если можно так выразиться. И какова интенсивность публикаций вас персонально, вас, ваших коллег в институте, в нашем, или, может быть, из других институтов? Как это? Что? Раз в неделю, раз в квартал, раз в год? Вот. Ну, общепринято в мире. Средняя статистическая лаборатория, группа, да, научная, публикует, ну, 3-4 статьи в год. Ну, правда, и группы эти обычно не большие, а тоже 4-5 человек. Один коренник, и 5 человек, и 4 еще престижника, да, выражаясь такой в живой терминологии? Ну, по-разному бывает, не будем судить строго обо всех. А у нас, конечно, излишний упор делается на количестве публикаций. И иногда это идет в ущерб качеству. Сейчас мы к количеству обернемся, да, но один уточняющий вопрос. Вот вы сейчас очень хорошо сказали, да, нужно количество. Количество не всегда переходит в качество. Бывает, судя по вашим словам, как раз и наоборот зачастую, да, ученый отвлекается, вынужден интенсифицировать, выискивать поводы, в каких-то случаях оплачивать публикацию, да, размещение статьи в том или ином научном журнале. И как бы тем, кто ведет исследование, например, ну, да, еще и отчеты писать, конечно, да, как он это опубликовал, как это все здорово вышло, в сутках по-прежнему 24 часа, да, как с этим быть? Именно поэтому мы сейчас достигаем точки насыщения. После чего, сколько ты не будешь хлистать и шака, быстрее он уже повозку, угруженную дровами, не повезет. Наш университет участвует в проекте, утвержденном, запущенном указом президента Путина, я прошу извинить, фрейдовские оговорки, на 5 топ-100, да, мы должны попасть. И в этом проекте есть регламентирующие позиции, которые прямо указывают, что вот сегодня, в этом году должно стать такое-то количество публикаций, на следующий год в 2,5 раза больше, и вот, да, по-видимому, до той степени насыщения. Как они просчитаны вообще, вот, это реально? Я теперь хочу к вам обратиться, вот, по вашему институту в Средиземноморье, который расположен в хорошем очень городе на побережье Средиземного моря, и в других научных заведениях, учреждениях Франции. Такая же система, то есть вы тоже должны с определенной периодичностью кровь из нас что-то публиковать, потом перед каким-то руководством отчитываться? Абсолютно нет. Абсолютно нет, и я бы сказал так, что основной упор делается не на количество публикаций, то есть, конечно же, скажем так, формальным требованием является то, что ученый должен опубликовать хотя бы одну статью раз в 5 лет. Вот такой вот, это самая низшая планка. К сожалению, плата за это тоже довольно большая, потому что, то есть, если очень слабо опубликоваться, то дальше невозможно будет получить гранты. Система финансирования во Франции сейчас, кстати, меняется, и очень сильно начинает напоминать то, что происходит и у нас, и копируют, кстати говоря, американскую модель. То есть, мы ушли, фактически вот на протяжении последних где-то 10-20 лет произошла революция, переход от такого монархического феодального уклада, когда система финансирования науки происходила вертикальным способом, посредством, скажем так, перетекания денег из бюджета в институты, и дальше руководители лаборатории, которые были полными королями в своих лабораториях. Вот во Франции сейчас эта система меняется, и она меняется в сторону грантовой системы. То есть, сейчас государственная поддержка, она снизилась до минимума, и я вот так понимаю, что будущий программ ППК, ну, примерно к тому же и придет, то, что и сам университет, и программ ППК будут поддерживать какие-то совершенно базовые вещи, и, может быть, какие-то пионерские исследования. А основные исследования будут вестись за счет так называемых привлеченных средств, то есть грантов. А вот для того, чтобы выиграть грант, нужно хорошо публиковаться. Человеку, который публикует один раз в пять лет, денег никто не даст. Такая система существует везде, и в США, и в России, и во Франции. То есть, это такая добровольно-прилюдительная. И вот мы перешли от этой монархической системы, да, вот я напоминаю, очень сильно напоминающую советскую систему. Осколки, которые мы еще наблюдаем в, ну, может быть, я что-то неправильно сейчас скажу, в стенах кое-где в Академии наук сегодня существующей. И вот сейчас происходит реформация, кстати говоря, Академии наук по тому же сценарию. То есть, я так понимаю, что идея заключается именно в том, чтобы Академия наук была обеспечена бюджетным финансированием на том уровне, чтобы можно было проплатить электричество, охрану, связь, минимальную администрацию этих учреждений. Но вся наука чтобы финансировалась за счет привлеченных средств и грантов. А это очень конкурсная система, в которой публикативная активность ученого является ключевым фактором. Ну, вот представьте себе, вы являетесь, например, сидите в панели, то есть все гранты, они же выдаются на конкурс на основе экспертизы. Экспертами являются реальные люди, те же самые ученые. И вот представьте себе, что к вам, как эксперту, пришло пять заявок. Все они более-менее хороши и хорошо научно написаны. И вот скажите, кому вы дадите грант? Вам нужно дать одному из пяти. Альберту Анатольевичу, потому что я его знаю. Если он не будет возражать. Вот это называется конфликтом интересов, между прочим. Если вы знаете Альберта Анатольевича, вы должны сказать, что я не возьму эту заявку на экспертизу. Я должен отклонить свою, отвести свою кандидатуру. Ну, в жизни так вообще-то бывает, конечно, но, насколько я понимаю, очень редко. Если я правильно понял то, что вы рассказали, Альберт Анатольевич, мы идем к тому, что от ученых, так же, как, скажем, от балерин 32 оборота на ФУЭТ и так далее, требует больше интенсивности труда. Причем такого труда, который давал бы, извините меня за вульгаризм, вот выхлоп, да, за жаргонное выражение. Вот сейчас, вот в обозримом будущем. Вот вы занимаетесь, упрощенно говоря, генной инженерией, да, насколько я понимаю. Вы там что-то, я почитал немножко, что успел понять, что вообще подвластно моему мозгу. К мозгу мы сейчас перейдем. Вы там транслируете каким-то образом в клетку что-то, какой-то геномный материал, ее ремонтируете, эти клетки, да. Это предполагает, что вот уже стадию клинических испытаний. Вот непосредственно какой-то пример вы можете привести из своей практики. Что да, вот мы уже включились, вот смотрите, мы два года начали этим заниматься, а вот теперь в нашей же теперь принадлежащей университету клинике мы уже совершенно спокойно кого-то там ремонтируем, не прибегая вообще ни к чему, никаким там вмешательством хирургическим или даже малоинвазионным. К сожалению, клиника стала университетской только с 1 января этого года. Ну да. И сейчас мы активно налаживаем контакты. И действительно в клинике сейчас запустим отделение по клеточной терапии, где сможем на вполне юридически обоснованных, скажем так, документах проводить различного рода клинические исследования тех методов, которые мы у себя в лаборатории разрабатываем. Но до этого у нас тоже есть большой опыт взаимодействия, например, с РКБ, Республиканской клинической больницей, где финансирование шло из Минздрава Республики Татарстан по научным тематикам, и где мы тоже в рамках клинических исследований транслировали наши наработки. Плюс к нам обращаются биотехнологические компании, в общем-то лидеры на российском рынке, заказывая исследования на основе наших разработок. То есть все те годы, что мы работали в, скажем так, фундаментальной науке, сейчас начинает находить свое приложение, применение в практической медицине, я надеюсь. Известимое мое невежество, это как-то оформляется каким-то патентами, защищается, и у вас есть такие патенты. Но вот вы сейчас упомянули, что на РКБ-2, которая стала университетской клиникой, и вы какие-то методы гена или клеточной терапии внедряете уже в практику. Это что, вот я, кстати, к ней тоже приписан, и на мне могут что-то там такое попробовать, что у вас нет. Только с вашего информированного согласия. Но в любом случае я буду живым участником научного эксперимента. Если вы того захотите, и если вы будете соответствовать требованиям к той группе, которую мы пытаемся лечить. То есть если у вас нет патологии сердца, например, конечно же, как бы вы ни хотели, вы в эту группу не попадете. То есть результат не гарантирован, но может превзойти все ожидания в лучшем смысле, да? Результат не гарантирован, но исследования, которые мы предварительно проводим в лаборатории, в том числе на лабораторных животных, гарантируют с максимальной долей... Вы с мышами работаете, да? Мыши, крысы, даже с крупными животными, например, у нас сейчас серия экспериментов на свиньи. Но эта знаменитая мушка дрозофил – это не про вас уже? Нет, не про нас. Все-таки млекопитающие лучше подходят как модельные организмы для тестирования лекарственных препаратов. То есть так же, как с запуском ракеты. Никто не может гарантировать на 100%, что ракета взлетит. Но если это 99,9%, то это допустимый риск. Так же, с лекарственными препаратами мы делаем все возможное, чтобы показать, что он безопасен. После чего проводится первая фаза клинических исследований на добровольцах, где как раз и оценивается безопасность на человеке. То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас по нескольким, назовем это упрощенным препаратам, ведутся клинические исследования в РКБ-2? В РКБ-2 еще нет. Мы сейчас готовим базу. Ну, не важно. В каких-то клиниках уже ведутся такие исследования. И следующий шаг – это уже промышленное масштабирование. То есть, там уже дело в формации, как это будет запускаться, какой этот препарат или нет. Да, бизнес-партнер, то есть, индустриальный партнер, он отвечает за то, чтобы уже проводить коммерциализацию разработок. И вы будете иметь долю в этой коммерциализации? Ну, университет. Ну, университет, конечно. Я не имею в виду персонально вас, хотя совершенно не возражал бы. Я думаю, вы бы тоже не возражали. Александр Иванович, ну, вот то, что рассказал Альберт Анатольевич, сейчас, ну, более-менее понятно, да, и мне, и широкой публике, частью которой я являюсь. Но вы занимаетесь немножко другим, да, вы занимаетесь проблемами развития мозга, начиная с внутриутробного периода, в младенческом, и так далее. Я понимаю, что в какой-то перспективе это тоже может получить большой, повторю это словцо, жаргонный выхлоп. И я не удивлюсь, если вы сейчас подтвердите мое предположение, что большой интерес к вашим работам испытывают специальные некие институты, службы. Потому что здесь не только варианты там участия в создании искусства и интеллекта, но и варианты контроля поведения человека. Да, если мы поймем, как функционирует там что-то внутри головного. Ну, конечно, конечно, да. У вас тоже можно сказать про вас и про ваше исследование, что вот у вас тоже на выходе, или есть какие-то уже бизнес-партнеры, есть практически на выходе? Ну, должен сказать, что мы все-таки находимся немножко в разных нишах наученных, да. Если Альберто Анатольевич, он гораздо ближе находится в плане приложения его исследований. И более того, многие из его исследований направлены именно на создание этих лекарственных средств по большому учению. Это цель такая, да. То в нашем случае мы занимаемся более фундаментальными вопросами. И, соответственно, конечно, выход, как вы называете, выхлоп из этого всей машины, он, наверное, он, конечно, произойдет. Вот. Но это, наверное, произойдет чуть позже. И, может быть, это будет сделано не в нашей лаборатории. Вот это интересно. Позвольте не согласиться. Мы же сейчас запускаем проект по инсультам. То есть те исследования, которые проводите по мозгу. Ну, я не хотел об этом говорить подробно, потому что мы только-только начинаем это дело. Но, нет, на самом деле, если честно, конечно, мы занимаемся еще и проблемами, патологиями, да, которые совершенно необходимы для, скажем так, модели животных, патологии на моделях животных. Это, как бы, необходимый этап в том, чтобы придумать какой-то новый метод лечения для нового лекарства. И более того, есть очень много заболеваний, патогенез которых до конца непонятен. Например? Ну, хотя бы один. Ну, например, эпилепсия. Существует большое количество заболеваний, которые мы называем, ставим один зонтик, называя его эпилепсией. В то же время это совершенно разные нозологии. И в них патогенез этого заболевания, которое проявляется в том числе эпилептическими припадками, он происходит в силу совершенно разных механизмов. И вот идентифицировав конкретный механизм в каждом данном случае, можно будет найти уже более целенаправленно, то есть не так вот вслепую, а целенаправленно подобрать то лекарство, которое будет именно для этого случая селективно очень эффективным. Ну, вот сейчас очень большое количество эпилепсий было идентифицировано как мутации генов, которые кодируют ионные каналы, транспортеры ионов. То есть те молекулы, которые участвуют в функциях нашего мозга. Понимаете, то есть если произошла мутация, например, кальциевого канала и мутация габа-канала, то вы примените совершенно разные лекарства для того, чтобы лечить этих больных. Соответственно, возникает вопрос о том, чтобы вот из этих большого количества пациентов, во-первых, нам нужно что сделать? Нам нужно научиться генетически определять, что же за мутация у данного пациента. Большинство из таких заболеваний проявляется очень рано, кстати, в развитии. Поэтому такими вещами занимаются нейробиологи, нейрофизиологи, детские педиатры. И второе, это нужно создавать модели животных. Это сейчас происходит. Сейчас происходит создание моделей животных. Это генетически модифицированные животные, у которых те гены, которые мутировали у человека в данном заболевании, они точно так же модифицируются. И эти животные в большинстве случаев воспроизводят то заболевание, которое имеет место быть у человека. Понимаете? Это очень широкая дорога, по которой сегодня идет много людей. И это становится блестящей моделью для того, чтобы исследовать то, как это заболевание протекает, и то, какое лекарство мы должны применить для того, чтобы лечить это заболевание. Понимаете, да? В общем, понимаю, да. Но сказать, что досконально, я не могу. Но у меня один, знаете, какой вопрос с этим возник? Я понял, что вы все-таки нашли, да, вот, Альберт Николаевич разоблачил немножко, да, ваше начинание. Да, но вот инсульт, если позволите, это совсем последнее наше направление. Вот мы сейчас работаем над созданием этой модели. И, в частности, вот один из вопросов, который мы пытаемся решить, это вопрос того, что на сегодняшний день основной проблемой ишемического инсульта или геморрагического инсульта является то, что по большому счету нет лекарств. Понимаете, по большому счету лекарства, которые применяются, они очень-очень малоэффективны. Вот, и связано это с тем, что, ну, причина банальна, на самом деле. Если происходит закупорка сосуда, и вы даете системно, то есть внутривенно там, еще как-то, ваше лекарство, оно просто не дойдет до участка мозга, скоростнабжение которого нарушено, понимаете? Ну, это вопрос трансляции, да, но это же не вопрос принципа работы мозга, который мы не понимаем там или не можем. Это вопрос трансляции, безусловно, да. Да. Как вы относитесь, вот, я от приземленной такой точки, да, от практического выхода, вот, лекарства, мутации всевозможных искусственно вызываемых, чтобы понять природу естественных мутаций. Как вы относитесь к высказываниям знаменитого, как ее назвать-то лучше, психиатра, наверное, Натальи Бехтеревой, о том, что мозг – это нечто отдельное, существующее вне нас, мы вообще не представляем его природу, что это вот, мы ничего не можем на самом деле помыслить, человек как, а это откуда-то сверху там транслируется. Ну, я все-таки стою на более материалистических принципах. Я считаю, как некоторые другие люди тоже, что сознание является продуктом мозга, своего рода программой, которая крутится внутри нашего компьютера. То есть, мозг является компьютером, а наше сознание – программа, если говорить, очень утрированная. Ну, понятно, да. Потому что программа, понимаете, она же живет своей жизнью, да? Ну, в нейронных сетях уже живет. То есть, если мы посмотрим на компьютер, да, и померяем электрические потенциалы в разных точках компьютера во время того, как эта программа работает, вот это примерно то, что мы видим как нейрофизиологи, когда мы исследуем мозг. Но при этом, если у нас есть доступ к большому количеству элементов, мы сможем расшифровать. Ага, значит, эта программа, она работает по такому-то принципу, и в какой-то момент мы сможем даже идентифицировать вот те потоки информации, которые протекают внутри этой электрической схемы, идентифицировать их как элементы той программы, которая там крутится, понимаете? Ну вот, а саму программу, она же существует... Вот на компьютере мы видим, когда ребенок играет в компьютерную игрушку, это вот примерно то же самое, что происходит в нашем сознании. Очень интересно. А носителем всего этого является совершенно материальная вещь, это компьютер. Ну, вот у меня был один приятель, его, к сожалению, уже нет. Он, кстати, был математиком, ученым. И как-то он мне выдал такую сентенцию, что, знаешь, он мне говорит, на самом деле вот нет никакой химеры, которую вот воспаленное сознание могло бы себе представить в бреду, во сне, в каких-то состояниях таких критических, чего не существовало бы на самом деле вот в окружающей нас пространстве, имея в виду Вселенную, что на самом деле вот если эти нейронные связи наладились вот у нас в голове, да, в какой-то обстановке, в какой-то ситуации, и нам что-то такое привиделось, да, потом часть из этих страшилок воплощается в различного рода блокбастеры, так вот он, с его точки зрения, это такая, ну, понимаете, разговор вот буквально за чашкой чая, он говорит, это где-то все равно должно существовать природно. Значит, и там могли возникнуть точно такие же связи, которые привели к физическому воплощению вот этой химеры. Я не уверен в этом, не уверен. Я думаю, наш мозг идет гораздо дальше. Он выходит за горизонты существующего, и наше сознание, оно способно творить вещи, которые не существуют в природе. Возьмите, например, музыку. Ну, какие-то элементы музыки, наверное, вы услышите в природе. Но все-таки Брандбургские концерты, Баха, да, ну, ничего подобного не существует. Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы достаточно медийная персона, в том смысле, что не первый раз уже и не второй, и не третий даете интервью телевизионщикам. Я кое-какие из ваших интервью так, ну, недосконально, может быть, но посмотрел, и в одном из них вы сообщили, что вот в нашем мозге или в коре головного мозга существует некий подучасток, который позволяет создать некую карту передвижений объекта, вот человека. Да, да. Что это за участок? Это меня так заинтересовало, вы знаете. Сейчас я объясню, почему. Вот если вы скажете, что это за участок, это что? Ну, вообще, эта структура называется гиппокамп. Гиппокамп. Морской конек, так называемый. Он находится в районе височных долей, там, немножко в глубине нашего мозга, с двух сторон, их два. Вот, и, по сути, это является, эта машина своего рода с GPS, которая встроена в наш мозг. За это, кстати говоря, уже позапрошлом году, за это была дана Нобелевская премия по физиологии, медицине, за описание того, как работает эта система на животных моделях. То есть, каждая клеточка в гиппокампе, она, если вы возьмете животное и будете регистрировать активность нейронов гиппокампа, то вы обнаружите такую вещь, что, когда животное перемещается внутри, например, вот на этой сцене, и когда она забегает, например, вот в тот правый угол, там этот нейрон начинает активироваться. Вот там этот нейрон активируется. Когда она переползает в другое место, то активируется другой нейрон. Причем, когда эта крыса делает траекторию множественную внутри этой комнаты, то активность этих нейронов, она будет прилучена, то есть привязана именно к этому месту. Поэтому эти клетки называются клетки места. И вот дальше уже из комбинации этих клеток места создается эта карта. Теперь представим себе, что мы можем просканировать мозг, допустим, вот Альберта Анатольевича, и могу ли я, используя вот это вот описание, что творится в гиппокампе, взять и выяснить, что он делал, где он там перемещался неделю назад, или там, я не знаю, полгода назад. То есть обратную запись такую расшифровать, вот передвижение... Более того, даже эксперимент, который был проведен в частности в этих же лабораториях, которые получили Нобелевскую премию, было показано, что после того, как крыс побывала, например, в новом каком-то лабиринте, вот она побегала по лабиринту, и у нее установились эти клетки места в определенной последовательности. И когда это же животное записывается, его активность, его мозг во время сна, то видно, как нейроны, которые участвовали в движении крысы в лабиринте, они точно так же, в точно такой же последовательности активируют. То есть фактически... А с ней бегает половина. Фактически вот таким... Это вот тот очень красивый пример того, как можно было, по большому счету, расшифровать сон крысы. Она вспоминала о том, что с ней творилось в реальной жизни. Я вам скажу так, что если ученые научатся регистрировать активность всех нейронов нашего мозга одновременно, и дальше будет возможность сравнить это с тем, о том, что мы сейчас говорим. О том, что мы думаем, если мы будем говорить об этом вслух. Вот я подумал о чем-то, и потом сообщаю о том, что я подумал. Если у вас была возможность у нейрофизиологов регистрировать активность всех нейронов, то вот этот код работы мозга, он был бы просто раскрыт в течение пары месяцев, по большому счету. Мы лимитированы, к сожалению, количеством нейронов, которые мы можем регистрировать. К несчастью, это довольно сложно технически. А нейронов в нашей голове 10 в 12 степени. Не пугайте меня. Это сложно, да. Мне очень тяжело представлять, что у меня такое количество нейронов в моей несчастной голове. Но это телепатия получается. С возрастом их количество уменьшается. То есть вы меня успокоили. Нейронов или синапсов? 10 в 12 степени нейронов и примерно 10 в 15 синапсов между ними. Давайте уж тогда поясним телезрителям, что такое синапс. Популярно это на нормальном, извините меня, языке. Можно сказать? Это контакт между нейронами. Вот так. Стопайки электрической схемы. Вот. Для меня это уже доступнее, это уже понятнее. У нас подходит время к концу. Ну, все это на эти темы можно было бы разговаривать и разговаривать. Потому что, ну, бог его знает, вот активность. Чем обусловлена активность этих нейронов? Откуда она проистекает? Как это? Ну, человек в состоянии покоя. Вдруг у него что-то там начинает активизироваться. Какие-то импульсы ему сообщаются. Он начинает хотеть есть, пить, там, я не знаю, двигаться. Это очень хорошие вопросы. Ну, вообще, наш мозг, можно сказать, что он очень, на самом деле, слабо, и активность мозга очень слабо зависит от внешних сенсорных входов. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, на самом деле, 99% нейронов... Наш мозг дремлет. Как раз нет. Как раз нет. Как раз нет. Знаете, фраза такая, New York, no sleep, да? New York никогда не спит. Да, да, да. Также наш мозг, он никогда не спит. Он все постоянно, даже во сне, он, ну, казалось бы, да, дайте мозгу отдохнуть. И пусть нейроны просто успокоятся и помолчат. Ничего подобного не происходит. Нейроны активны. Они делают свою работу. Они запоминают то, что самое главное, что произошло во время дня. Забывают то, что нужно забыть. Александр Ильманович, ну, еще все-таки я вот суживаю вопрос. Откуда берется эта активность? Кто ее... Где этот моторчик? Я вам предлагаю посетить курс по нейрофизиологии. Он длится всего два года. И там вы все узнаете. Ну, правда, до этого нужно еще четыре года поучиться просто биологии. То есть, начинать надо с вас все-таки, я так понимаю. Сначала четыре года у вас, потом уже два года на том курсе, который... Ну, вы понимаете, я сейчас начну рассказывать про мембранный потенциал покоя, про ионные каналы, про спайки, про синаптическую передачу. И наши слушатели просто пойдут... Нет, ну, я как оккультист завзятый, я же просто думаю, может быть, это опять какой-то импульс, который идет извне. Извне? Извне, не от человека. И вот регулирует и направляет эту активность нейронов. Я вот к чему подводил. Но теперь я понимаю, что после двух лет вашего курса я встану окончательно на материалистическую почву и забуду про все про это. У меня вопрос, может быть, совершенно неожиданный. Не знаю, в курсе вы, не в курсе. Здесь буквально вчера, по-моему, прошло сообщение, что в МГУ открывается целый институт генной инженерии, который почему-то, как там стали рассказывать, мне чем-то напомнил институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Честно скажу, не в курсе этой новости, но в направлении генной инженерии, она очень распространенная. Вопрос не без подвоха, понимаете. Там господин Садовничий, насколько я понял из этого репортажа, там показывали интерьеры, лабораторное оснащение. Он взялся за дело очень серьезно, с размахом. И я не удивлюсь, если в какое-то время достаточно близко и определенно начнут поступать предложения некоторым нашим ученым, не хочу персонально никого показывать, тем более в студии, под телекамеры, поработать там. Насколько вообще эта проблема актуальна для Казанского федерального университета? Вот этот вот переток кадров, утечка мозгов. Может быть, приток мозгов, насколько я понимаю, вот на примере Месье Назипову, тут есть приток. Я думаю, что как раз утечка мозгов, она хоть и есть в любой организации в России, она нас все-таки касается в меньшей степени. Потому что то техническое оснащение, которое сейчас создано в Казанском университете, даст фору не только МГУ, но и многим зарубежным лабораториям. Алина Анатольевна, на секунду прерыву. Спасибо вам, это блестящий комплимент вашим коллегам. То есть нет проблем с мозгами, мозги есть. Более того, мозги все-таки к нам притекают. В последний год, например, к нам приехало два пастдока. Ну, они в свое время закончили Казанский университет, аспирантуру завершили один в Кембриджском университете, это входит в десятку лучших в мире, другая в Лунском университете, который в 70-е где-то в мире. То есть и они после получения PHD, то есть эквивалента кандидата доктора наук, они вернулись к нам, возглавили научные группы. И очень плодотворно работают, чувствуют себя счастливо. Вы можете то же самое сказать о своей лаборатории, о ее части, которая касается, вернее, расположена здесь? Ну, вы знаете как, мы пока, мы же создавались, в общем-то... Как зеркальная лаборатория создавались здесь, нет? Ну да, то есть это было как зеркальная лаборатория, но нужно же было все это, ну, не только оснастить материально, да, но и нужно было набрать персонал, набрать аспирантов. То есть мы, конечно же, переживали тот период, когда у нас кредит был очень большой, да, за счет привлечения. То есть вот в этот момент мы аккумулировали людей. Вот сейчас мы подходим к одному очень радостному и печальному моменту, потому что вот те самые первые птенцы, которых мы взяли в качестве аспирантов, вот сейчас они начинают защищаться в этом году, в следующем году. И что дальше? Дальше они, естественным образом, я считаю, правильно было бы, если бы они упорхнули. Упорхнули для того, чтобы слетать в другие лаборатории. Это может быть в Российской Федерации, это может быть и за рубежом. Самое главное, чтобы эти лаборатории были очень хорошие. И чтобы им удалось пообщаться с очень хорошими людьми, учеными, это раз. И во-вторых, попробовать себя немножко в другой области, немножко в других технологиях. Почувствовать немножечко свою независимость. И года через три-четыре, набравшись вот этого опыта, немножечко потеряв вот тот ощущение того, что, скажем, я являюсь их руководителем. То есть, если они останутся здесь, я думаю, что до самой пенсии вот это взаимоотношение останется. Побывав там, они уже приобретут некий уровень независимости. Этот опыт. Опубликуют хорошие статьи. И я надеюсь, что, во всяком случае, вот большинство из них говорит мне о том, что их мечтой было бы вернуться и продолжать работать здесь. После вот этого вот вояжа, да? Более того, мне даже некоторых приходится, ну, так, настаивать на том, чтобы они уехали. Потому что многие бы хотели остаться. Но мне кажется, правильно все-таки съездить на хотя бы несколько лет. Академическая мобильность – это то, чего российской науке остро не хватает. Всегда не хватало? Или вот это постсоветский такой синдром? Это советский синдром. Это советский синдром. Ну да, там-то вообще все было закрыто, да. Прописка. Да, да, да. Когда ты рождался, шел в детский садик, в школу, в университет. Ну, понятно, да. Все в одном городе. Понятно, понятно. Ну, не считая военных, которые колесили по всей стране. Все это чрезвычайно интересно. Я бы с удовольствием с вами еще побеседовал. Но время наше в эфире заканчивается. Мне остается только поблагодарить за то, что вы поделились крупицами своих знаний. Со мной в частности, с аудиторией, которая нас смотрит в том числе. Если не будет возражений, я постараюсь подготовиться лучше к следующей передаче и выразить надежду, что мы с вами еще увидимся и побеседуем в этой студии. Спасибо вам огромное. В эфире был очередной выпуск программы «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин